Капли вот здесь вот видны, везде капли было, все капли было. Была маленькая там трещинка внизу там вот. Всех приветствую, одна из болячек Камриух 40-ок. Это свет, фары, то есть с годами и линзы садятся, и стекла тусклые становятся довольно-таки сильно. У меня то же самое это все было, те кто меня смотрят это помнят. Сейчас, наверное, тоже могут увидеть, что я привел это маломальски в порядок. То есть расскажу вам, что делал, каким образом обошелся. И довольно-таки экономично, надо сказать, все это пока сделал. Я думаю, подобная информация будет полезна многим Камриводам, потому что все-таки это вопрос насущный. Значит, обзвонил я довольно-таки, ну как много, ряд контор обзвонил, которые занимаются светом, в том числе по рекомендациям друзей. Да, действительно сейчас предложений на рынке масса, просто масса. Валом. Я, у меня в голове крутилось уже и депо, то есть взять, просто плюнуть, поставить депо фары, эти вынуть и все. Ну тоже им говорю, может депо там, ну те, кто светом занимаются, они говорят, нет, нет, ни в коем случае, депо, мол, какашка. Не стоит этого делать, там, я говорю, ну почему, то есть там пластик, говорят, там, то есть опять-таки все это не того качества материалы, что оригинал. Лучше вам остаться на своих фарах. Мы вам там можем поменять и стекла эти, можем отполировать, мол, там все почти уйдет, если надо поменять эти стекла, свет поменять, соответственно, ну линзы в смысле, да, поставить. Или ксенон, или ледовские поставить, то есть и полернем, все сделаем, но когда к ценнику подходили, все довольно-таки существенно, друзья, там получалось по цене. То есть это все получалось гораздо дороже, чем те же депо, да, фары. Ну, опять-таки, с учетом того, что вот они говорили, вот, не надо вам депо, там, мол, а другие говорят, что он более-менее вроде. Кстати, друзья, вот кто все же на практике сталкивался с фарами депо, то есть не так, что просто там слышал сосед, там, кто-то, Васька, Колька, а вот ставил у себя, на практике сталкивался с этим. Отпишитесь, пожалуйста, мне это очень интересно, то есть как они ходят на практике, как они вам, насколько вы считаете, там, они долговечны, надежны. Потому что есть мнение, что вроде более-менее, да, другие говорят совсем нет. И вот я хотел бы все-таки услышать непосредственно людей, которые их эксплуатировали на практике. И также вот напишите, пожалуйста, сколько, сколько они у вас, да, там, не знаю, полгода, год, два, то есть это тоже очень интересно, важно. Так вот, послушав это все, так сказать, сопоставил цены, ну и я решил пойти определенным своим путем. У меня какая картина была же на самом деле? У меня, кроме того, что мутное было, да, это все дело, то есть прилично мутное уже, у меня вот в этой фаре была вода почти, то есть она была мокрая все время, с моек особенно, летом только в жару подсыхало. Выезжаешь с мойки, все, там капли вот здесь вот видны, везде капли было, все в каплях. Поэтому меня уже, конечно, это раздражало, я уже, знаете как, я ее снимал уже, да, вот с этого, больше с этого угла, потому что мне ребята все пишут, а когда ты сделаешь эти фары? У меня там то времени не было, то то все. Ну, в общем, что решил, да, решил с приятелем снять это, перепаковать собственными силами, да, грубо говоря, посмотреть, что будет, потому что, во-первых, обнаружить нужно было, естественно, снять, посмотреть, что там с ней, почему влага попадает, ну, в общем, разгерметизация была, да, перепаковали, пере, грубо говоря, протерли, да, все это профилактически сделали, была маленькая там трещинка внизу, там вот, внизу под фарой, где-то там вот оно заходило, то есть все сделали, изолировали. Ну, и, соответственно, я это все дело полирнул. Опять-таки осталось вот пленку, ну, тоже здесь вопрос, пленка от желтизны этой, да, ну, вот, когда они тускнеть, стекла именно начинают, насколько помогают на практике, тоже вижу, споры идут в интернете, одни за, другие против, но поклею, наверное, поклею еще пленку чуть-чуть позже, и в связи с тем, что езжу я не очень много, то есть линзы, на самом деле, еще более-менее у меня, ну, как бы меня устраивает. Я езжу в городе по освещенным дорогам, ну, и в целом свет, конечно же, стал лучше, это небо и земля, и целью у меня не было, да, там поставить свет какой-то космос просто, чтобы как у Боинга был. Мне просто надо было привести маломальски в нормальное состояние их, все, чего, что я, собственно говоря, и получил. Потому что, да, можно было там все переменять, ценник был бы уже совсем иной, но, в принципе, мне просто привести в порядок нужно было. Да, остались, конечно же, то, что не полируется, вот эти внутри, внутри такая паутинка есть, не знаю, камера возьмет или нет, такая мелкая, но это уже не полируется, как бы, и даже я подъезжал, когда к самим полировщикам или к тем, кто фарами занимается, знаете, когда подъезжаешь к ним, говоришь, все, комплексно, если сколько будет стоить, там и стекла там полирнуть, и свет дорогой. Они говорят, да, да, все уйдет, паутинка уйдет, а когда говоришь, а ну подождите, давайте так вот, а если просто там полирнуть, уйдет паутинка, ну, перепаковать, да не, может не уйти, говорят. Ну, то есть, вы поняли, да, когда объем работы у них есть, ну, понятно, ребят, все заработать хотят, я их понимаю, то там они более красочно рисуют, то есть, так или иначе, да, от этой паутинки уже никуда не деться, это возраст, но все равно разница большая, конечно же, то есть, менять стекла, ну, я пока не хочу, пока покатаюсь там, так, там будет видно, там посмотрим, как говорится. Еще, друзья, зеркало привел в чувство, то есть, там у меня тоже некоторые спрашивали по зеркалам, зеркалам, это дефицит, на самом деле, у меня тоже летом, буквально пару слов расскажу вам уже, в этот материал вставлю, летом, получается, вот оно как-то проскочило так, а оно у меня с функцией складывания-раскладывания, и получалось так, что оно затягивает, закладывает его туда, а обратно оно его не вытягивает, надо рукой было выходить, его вытягивать, и здесь клац-клац, то есть, и оно в люфте было, то есть, где-то вот такой вот, вот показываю рукой, вот до сих, то есть, оно свободно ходило, пальцем вот так делаешь отсюда, чуть-чуть нажимаешь, и оно клац сюда сразу ушло, при этом на скорости, когда ездил, да, даже на трассе, я не знаю, как японцы так делают, то есть, оно не раздражало меня, оно не смещалось, оно не трусилось, то есть, было все нормально, но, тем не менее, подсознательно это раздражало, да, ну, и тоже на драйве есть описаны подобные случаи, я уже тоже думал, блин, этот механизм искал, нифига его нету, до складывания, раскладывания, можно купить какое-то битое зеркало, но на оригинал даже битое, цены конские, ну, приличные цены, то есть, а что там внутри, на самом деле, до конца не знал, ну, и вот, разобрали тоже, повезло, будем говорить так, вот, у многих людей подобная ситуация, не торопитесь, если что, покупать новые там зеркала, они стоят прилично, даже если не оригинал, разобрали, то есть, там, моторчики было, ну, как, то есть, сделали профилактику, все там, посмазывали, и моторчик подсоединили, получается, и он вот такой полудохлый был, и разработали, он сам пошел, то есть, зуть, 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 там, и он получше стал работать, то есть, посмазывали, собрали, все пошло, и такие случаи, ребята, описывают и на драйве, то есть, то же самое, что ничего внутри не меняют, вынимают, там, карта снимается, отсоединяется, ну, с той стороны, да, это все дело вынимается, откручивается, разбирается, смазывается профилактически, что можно достать, да, собирается обратно, все пошло, все нормально, вот подобная ситуация, поэтому, ребят, если вы там тоже столкнулись с чем-то таким, а я вопросы задавал, спрашивал, то порой можно отделаться легким испугом в этом плане, друзья, всем удачи, добра, пока!